Все, что было веселого на душе, Эльдар Рязанов вкладывал в кино, а все грустное складывал в рифму. В качестве поэта кинорежиссер практически не раскрыт поклонникам его кинокартин, но от этого произведения не менее известны. В соавторстве со своим другом Эмилем Брагинским Рязанов писал сценарии, пьесы и повести, которые воплотились на кино и телеэкранах, на сценах театров и в виде книг. В том числе это повести, названия которых известны нам по одноименным картинам. «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы» или «С легким паром». В день рождения Эльдара Рязанова служители его музея приготовили гостям особый подарок – лекцию о кинорежиссере как о поэте. На самом деле очень много интересных историй, связанных со стихами. Начиная с того, что как Рязанов начал писать стихи, это было еще в эвакуации в Нижнем Тагиле, куда он приехал из Куйбышева прямиком. И показывал в 44-м году свои стихи еще Константину Симонову. Но стихи-то какие были у подростка, они были сделаны под других поэтов, под Майковского, Есенина, под Мэтров. И Симонов ему так мягко-то и сказал, что авторского звучания не хватает, вам еще трудиться-трудиться, молодой человек. Еще одним подарком гостям от сотрудников музея стала экспозиция портретов Эльдара Рязанова 1982 года создания. Ранее эти работы не видел никто, они не были частью выставки. Этот портрет нам подарила Светлана Крючкова, народная артистка, одна из актрис его фильма «Старые клячи». Кроме того, сегодня мы выставили для наших гостей портрет постоянного соавтора Эльдара Александровича Эмилия Брагинского, его соавтора сценариев. Этот портрет передан музею и создан сыном Эмилия Брагинского, Виктором Эмильевичем Брагинским, народным художником России. На весь день музей организовал свободный доступ для посетителей. Можно было подробно изучить экспозицию, послушать стихи Эльдара Рязанова через трубку зеленого телефона, одного из артефактов выставки. Экспозиция очень интересная, самая запоминающая комната там, где он жил. Очень хорошее впечатление, доброго, замечательного человека, великого режиссера. В Самаре бывал уже раз в шесть, и каждый год я, когда приезжаю, я всегда сюда захожу, потому что это мой самый любимый и самый такой человек, который резал. Я все фильмы его просматриваю, и каждый год, и каждый день я рад его, эти фильмы, видеть, потому что они, во-первых, поучительные и какие-то душевные. Еще одной изюминкой программы стала викторина. Гости отвечали на каверзные вопросы сотрудников музея о жизни и фильмографии Эльдара Александровича, и за правильные ответы получали памятные подарки. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.